Здравствуйте, с вами Степан Бабкин. На сайте мне задают вопрос, правда ли, что в Германии не хватает рабочей силы и называют какую-нибудь профессию. Правда ли, что инженеров не хватает, правда ли, что не хватает водителей грузовиков и так далее. И я все время вынужден немножко здесь раздваиваться, потому что мне не хочется вводить людей в заблуждение, но в то же время, ну если по статистике, чисто говорить, до рабочей силы в Германии не хватает. Но смотря как посмотреть, недавно я прочитал одну статью, что на самом деле в Германии рабочей силы как раз избыта. Ну так получается, если брать вот просто безработного в Германии, да, который в Германии живет, получает пособие и количество открытых, с другой стороны, открытых позиций, вакансий на немецком рынке, то получается, что вакансии открыто меньше, чем работников. Получается, как бы переизбыток работников, да, если все работники займут все свободные вакансии, то будет счастье. Но счастья не происходит. Не происходит его по одной простой причине. Те безработные, которые есть, они не подходят на те позиции, которые открыты. Соответственно, они не могут найти работу, даже если там будет миллион, сейчас открыто там около 800 тысяч позиций в немецком рынке, да, вот в сию секунду. А безработных там около двух с половиной миллионов. Но даже если будет пять миллионов там открытых позиций, то это не очень-то поможет безработным большинству из них, просто потому что они не смогут найти работу. В связи с этим даже в Берлине, например, запустили проект, когда Берлин создает специально рабочие места для тех, кто долго сидит на пособии и как бы выталкивает их на эти работы и дает им какой-то базовый доход, ну, который там в два раза больше пособия, примерно. То есть человек, например, работает контролером или там помогает в детском саду, или в больнице уход, больная тема немецкая, или там на транспорте каком-то как-то помогает там грузчики и так далее. То есть не особо квалифицированная рабочая сила, которая не особо нужна, в принципе, предприятиям, то есть без нее могут обойтись. Но если государство платит зарплату вместо работодателя, он, конечно, сразу же такого работника получит. Получается такой условно-безусловный базовый доход. Все мечтают о безусловном базовом доходе. Здесь немцы пробуют условный базовый доход. То есть, окей, если ты занимаешь специальную позицию, специально созданную для такой категории безработных, то, пожалуйста, можешь получать какие-то денежки. Но, в общем, речь не об этом. Смысл в том, что в Германии существуют безработные, их много. Их, конечно, меньше, если брать там за исторический период, около 30 лет, их очень мало сейчас в процентном отношении. Но, тем не менее, нельзя сказать, что прям в Германии чисто по статистике огромная нехватка рабочей силы. А в Германии не хватает конкретных специалистов. Причем, даже если говорить точнее, то не хватает конкретных специалистов в конкретных областях этих профессий. Например, часто говорят о нехватке врачей в Германии. Но прикол в том, что, например, если взять любой город, там Берлин или там Мюнхен и так далее, то врачей там как раз переизбыток. Там открытые позиции довольно там в течение трех месяцев довольно быстро закрываются. Не хватает врачей. При этом по Германии, если в среднем смотреть, да, в Германии врачей не хватает. Но не хватает их, прежде всего, в сельской местности, то есть небольших деревнях, где, как правило, работают частные праксисы немецкие. И там врачи доживают свой век, то есть уходят на пенсию. И на их место просто никто не приходит, потому что молодых врачей, как правило, деревни не привлекают. Они хотят работать в городе, они хотят иметь доступ к большому количеству пациентов, поэтому нафига им эта деревня, где у них там будут одни и те же люди постоянно ходить с одними и теми же полячками, они там не будут развиваться. То есть карьерной перспективы никакой. Поэтому там не хватает врачей. Что значит это для иностранцев? Для иностранцев значит, с одной стороны, что у врачей не хватает ура-ура, с другой стороны, ну пойди ты еще попробуй открыть праксис сам, как иностранец. Скорее всего, не получится, в большинстве случаев не получится, пока не поработаешь в обычной клинике и не подтвердишь свое образование врачебное. Соответственно, тебе нужно искать место, где тебе дадут пройти эту обязательную немецкую практику. И соответственно, эти места все в городах. А там как раз с врачами проблем меньше. Ну они тоже есть в отдельных регионах, в отдельных там районах города может быть. Ну то есть там придется конкурировать с немцами. Примерно похожая система везде. То есть, например, программисты. Не хватает программистов? Значит ли это, что любого иностранца программиста сразу возьмут? Да нет, конечно. То, что не хватает программистов, это немножко облегчает для иностранца, для иммигранта поиск работы, потому что с ним вообще будут разговаривать. Но если он не подойдет на позицию, то извините, его не возьмут. Еще одна интересная новость, мне недавно попалась на глаза, ее на сайте опубликовал, о том, что разница зарплат для иностранцев и для немцев довольно весомая. Даже если брать в среднем, там Биржа труда опубликовала отчет за 2017 год. Да, статистика это такое дело, что приходится смотреть не до текущего года, а за пару лет назад. Вот. И там обнаружилось, что если брать просто среднюю зарплату по Германии для занятых на сто процентов, то есть на полный рабочий день, там получается около трех двести. А для иностранцев при этом там сильно ниже. И если брать только иностранцев, работающих в Германии. Даже если у человека одинаковая занятость, примерно одинаковая квалификация, одинаковое образование, просто иностранцу платят меньше. Соответственно, ну делаем вывод отсюда, что немецкие работодатели берут иностранцев с прицелом на то, что им нужно меньше платить. Это опять же имеет смысл, просто потому что иностранцы хуже говорят по-немецки, они менее адаптированы, более подвержены там вначале, особенно потому что им потребуется какое-то время на адаптацию большее, чем немецкому работнику и так далее. То есть в целом, когда мне задают этот вопрос, правда ли, что на немецком рынке труда не хватает рабочей силы? Я говорю, да, не хватает, но при этом я немножко лукавлю, потому что я не могу сказать человеку, не хватает ли именно его. Это зависит от его квалификации и так далее. Если человек, например, не знает немецкий, ну очень сложно будет ему найти позицию, где его не хватает. То есть для вас, как для иностранцев, прежде всего нужно исходить не из того, что ура, в Германии не хватает рабочей силы, все туда поехали, а нужно исходить из того, что насколько я способен конкурировать с местными все равно, потому что не хватает в первую очередь специалистов, в первую очередь людей квалифицированных и мотивированных, знающих немецкий, понятно. Ну и самый важный фактор сейчас в грядущем изменении, это все-таки признание образования, то есть образование мигранта должно быть признано равным немецким. На этом все, с вами был Степан Бабкин для канала Жизни Германии. Всего доброго.